делал я фильм которым я показывал как переснимать при помощи фотоаппарата canon фотопленки появились куча вопросов по части того как сделать дистанционное управление дело в том что у меня использовалась там вот есть в старых фотоаппаратах вот такие фото тросики вместо этого фото тросика у меня здесь используется вот такой тросик электрический он берет значит и вот сюда мы его втыкаем вот тут разъем есть и все и мы можем управлять одна кнопка это фокус нажимать значит наводится вторая съемка все понятно так вот спрашивают как это дело сделать а где его взять потом там один значит ага схему в студию вот схема в студии вот она схема это студии значит как это все устроено а устроено это очень просто так сейчас я вам покажу значит ну во первых что вот у нас имеется вот такой разъем вот он разъем сама кнопка вот мы ее вот сделаем вот такая кнопка две кнопочки значит а подключается так вот это вот общее вот она на общее она у нас подключается к обеим кнопкам вот это средняя она у нас к одной кнопки подключается а вот этот кончик самой другой кнопки вот и вся схема ничего мудреного нету так теперь по части вот этого разъема поподробнее а поподробнее получается такая картина что вот этот разъем его вообще вообще-то можно его купить вот он вот так значит разбирается вот вы его купили что так разобрали провода припаяли все хорошо теперь значит так что еще получается что у разъем то в фотоаппарате вот такой тоненький штекер там вот они такой такой не выткнешь поэтому нужно купить вот такой переходник вот он вот так втыкаем получается вам полное счастье все все хорошо я значит купил таких два штуки один из них разломал как его ломал я уже не помню как он ломал может наждаком обрезал ну в общем это дело фантазии что ты это берем разламываем ее вот так вот а потом значит я сделал что взял значит и вот че из него сделал вот припаял провод вот так и когда припаял вот тут вот кембрик одел ну чтоб он хоть немножко обжался так а кембрик значит как делается а вот значит берешь вот такой вот значит кембрик этот вот опускаешь его в ацетон минут двадцать он побудет и он разбухнет и становится толстый 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 а где не был начнем тонкий вот этот толстый начнут сюда надеваешь потом обрезаешь все потом он через 15 минут усох и обжался и все но потом тут еще эпоксидкой залил вот для пущей важности вот так у меня получился вот этот вот разъем так что с разъемом товарищи все очень просто ничего тут больше сказать невозможно теперь по части вот этих кнопок вот сама коробочка но коробочки всякие можно найти вот можно такую вот какую-то найти коробочку вот сделать ее можно можно чехол от зубной щетки можно можно взять вот такую значит тут две кнопки поставить вот и нажимать чик 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 все очень просто так что тут фантазии хоть какие теперь значит сами кнопки сами кнопки сами кнопки ну любые можно вот так значит вот у меня тут значит чё вот вот такие вот есть кнопки это спаренная тут их сразу две есть вот одинарные вот 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 одинарные можно вот такой значит она хорошо пойдет можно маленькие такие миниатюрные вот вот такие вот кнопочки есть такие маленькие маленькие бывают их тоже можно использовать можно такие кнопочки вот они вот с толкателем вот этот он одевается вот отдельно толкатель если такие кнопки просто на пластмассовую вставил так в отверстие там их согнул во все стороны вот так и с той стороны припаял ну и все вот и пожалуйста нажимай все очень просто можно такие использовать ну любые вот какие какие хотите кнопок много всяких можно вот такую взять штуку это то ли ответе к то ли от чего вот они тут сразу вот их припаянные кнопки тут их целый ворох вот так вот отпиливаем лишнее тут провода припаиваем вот и все вот и пожалуйста чего вам еще надо вот и сидите нажимайте а тут что наружу да и бог с ними черное жалко что ли вот такой вариант вот например от телевизора грэндик пульт там когда его разломаете и вот там есть такая вот штука о кнопочки пожалуйста вот кнопочки вот и они вот тоже также вот так вот ножовка отпилили и вот провода припаяли вот вот вам и кнопки все 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 просто так все понятно теперь значит еще что еще что вот кто-нибудь захочет по извращаться так сказать вот мне вроде пчел то фотоаппарата то у него как у него же как нажимаешь вот половина хода он фокус делает потом дальше нажимаешь он съемку делает у него два хода вот фотоаппарат спуск там вот значит немножко нажал потом дальше нажал а вот кто-нибудь захочет а вот я хочу тоже также сделать ну пожалуйста значит делаете вот берете вот такую спаренную кнопку их тут две вот тут оттолкатель такой есть вот она насчет а тут такая пластина который вот она прижимает так пластину можно так и загнуть что она сначала одну нажмет а потом дальше надо сжимать значит она вторую нажмет вот пожалуйста вам два хода получается если хочется вам так вот фантазии так сработать можно вот что сделать вот взять например реле а любое реле вот двумя группами контактов вот это все катушки все эти выкинуть и а нафиг они не нужны поставить эту реле куда-нибудь вот в такую в коробку мы здесь сделаете толкатель чтобы нажимать вот этот якорь нажимать вот а эти контакты отрегулировать тут туда-сюда значит так чтобы сначала один замкнулся потом дальше жмешь второй замкнулся вот пожалуйста вам два хода получится вот у одной значит этой самой кнопки так что все очень просто так теперь значит что дальше дальше вот чем товарищ чем наш когда вот этот возьмете стерео наушники например вот стерео наушники ну у меня тут с регулятором громкости и отгрызете ему значит вот эти самые вот то что выше вставляется вот так вот и чмяк их отгрызли и здесь это кнопочки припаяете так вот провода тут такие вот хитрые китайцы они это самое люди мудрые значит хорошо если они у вас будут простые провода они еще используют как они берут и жгут делают там тонкие тонкие провода сразу целый пучок их по цвету различаемые докат если вот это вот возьмете например стерео наушниками с микрофоном которые были то там сразу три провода идет 3 они все тонкие и они все в эмалевой изоляции лаковые такой и они жгутом там свитые но они по цвету различаются там допустим темно-коричневые там темно-зеленые и желтые вот значит мы берем и вот так расплетаем значит желтый в одну коричневую и другую там красные в третью расплели и эти провода они изоляцию них лаковая вот припаять их очень трудно потому что зачистить их сложно тонкие очень они там 0.1 наверное тоньше значит защищать их чем можно значит чем-то острым и вот например вот этим вот можно вот таким так можно вот этим но любым острым предметом вот таким например можно зачистить вот кому чего нравится вот значит зачищаем и паяем но когда вы защищать начнете но обязательно не рваться будут вот но тонкие они сильно тонкие вот но невозможно их зачистить вот так вот поэтому значит есть такой способ старый проверенный берем паяльник паяльник у нас вот это у нас провод но это не тот провод вот но он похожий это лицентрат называется вот в катушках такой так вот там провода вот тут вот 7 проводочков сразу здесь вот 7 проводочков в эмалевой изоляции вот они там значит тоже примерно то же самое примерно то же самое вот теперь значит что нам нужно их залудить для того чтобы можно было паять зачищать как я сказал значит там они рвутся вот берем такую таблетку аспирин аспирин ацетил салициловая кислота вот на этой таблетке будем залуживать провода иначе мы их не припаяем старый способ проверенный по за нам не вот такая же он я такая вот она и оси цель силициловая кислота общем как то так она называется потом берем этот самый паяльник вот и начинаем на четверто дело заложать вот значит дышим этим вонючим ядовитым этим самым дышим вот так мы значит заложили так ну вот пожалуйста смотрите что получилось а получилось что я их залудил вот ну можно еще тут конечно это самое ну ладно этого достаточно ну вот значит мы их не зачищали ничем а вот этой кислотой значит она у нас это всю эту изоляцию съела значит и мы залудили все теперь можно спокойненько припаивать ее кнопкам так ну и все товарищи больше я вам тут ничего добавить не могу все очень просто делается вот так что делаете такой значит пульт значит можете конечно его не делать его можно купить интернет магазинах они есть только они не такие есть а там такая вот большая приблуда там куча кнопок всяких разных на этом таймер сделанный значит там еще что то значит есть даже такие которые радиоуправляемые втыкаешь и где-то там на расстоянии и будет он у вас управляться и фотографирует но нам это дело ни к чему нам достаточно вот это ну вот я вам рассказал показал всего хорошего спасибо за и за внимание ко мне